Погодка сегодня. По-моему, сегодня уже 4 февраля. А может быть, уже и 5 февраля. Сейчас посмотрю, какое сегодня число. Я никогда не знаю даты. По-моему, сегодня четверг. Не туда поехала, не туда опять поехала, не в ту сторону. Нет, сейчас сделаю ютюр. Ай, господи, ну меня просто... Руки сами меня машинально ведут. Сами себе крутят баранку и едут куда хотят. Сейчас, секунду, губки подрисую. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ой, как здорово! Ну как это так? Даже мне лучше ехать. Уже поеду, наверное. Уже поеду, наверное, пьян. Или все-таки развернусь. Итак, какое сегодня число, сейчас посмотрю. Не знаю, как. Тьюзды, тьюзды. И тьюзды, что? Фебрари форс. Сегодня 4 февраля 2016 год. Тра-ля-ля-ля-ля. Тра-ля-ля-ля-ля. Итак, одеваем очки, потому что без очков вообще никуда. У меня глазки sensitive, очень реагируют на свет. Поэтому я всегда в очках. Только что получила, раскрыла посылку Маримека. Одела на себя этот халат, ходила в халате. Не в халате, ой, не в халате, фартушотик. Фартушотик для готовки. Тебя придется готовить. Раз фартук такой красивый есть, придется готовить. И купила такую на обеденный, не на обеденный стол, на стол, на каунтер-топ. Такую подстилочку тоже. Смотри, Маримека. Да, я, наверное, развернусь, потому что не туда поехала. Мне надо было свернуть налево, а я свернула направо. Ну, как всегда. Ага, давай моя машинка. О, вот так вот. Вот так вот. Ты у меня какая-то, ты у меня спортивная. Поп! И я спортивная, машинка спортивная. Все мои спортивные. Поехали. Я сегодня делала перископ. И там в перископ вышла женщина-иностранка с Нью-Хемшира, по-моему. Может быть она, может быть это кто-то из хейтеров, может просто прикалывались. Ну, допустим, это была какая-то N. Она сказала, что у меня красивый. You have beautiful accent. Все американцы говорят, что, ну, мне во всяком случае говорят, что у меня красивый акцент. И опять-таки не только мне, сколько вот мои подружки со мной там рядом были и говорили на английском. Один в один. Все, кто здесь живут, там, американцы, не американцы, ну, все, кто живут здесь на территории, все говорят, что русский акцент очень красивый. И когда слышат мой разговор, когда я говорю на английском, часто спрашивают Are you German? Оп-оп-оп, 20 миль в час. Ай-яй-яй-яй-яй. А я разогналась, разогналась, разогналась. А там полицейский стоит, господи, помоги. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, я вовремя, там было написано school zone. Я вовремя остановилась на 20 миль. О-о-о-о, сейчас еду даже 15. Полицейский слава тебе, господи, слава тебе, господи. Что-то я заболталась, заболталась. Ой, как все красиво. Ай, как все красиво. Вот она школа на плечах. Вот она школа. Это middle school. Школа с большим, этим, большим вон со стадионом. Вон детвора на стадионе бегают. Тихо-дихо, дону-блок. End school zone. Все, теперь можно ехать с нормальной скоростью. Итак, сейчас я выйду на Симаран. Поеду сдам кровь. Как я много раз уже говорила, мне нужно регулярно сдавать кровь. Но с тем, чтобы... Потому что я пью вот эти вот для... Это не витаминки, это понижающий гормон. Какой-то гормон, понижающий таблеточки. У меня моя щитовидка прекрасного качества. Все в норме абсолютно, кроме... Единственное, что она выдает, немножко от этого больше гормона, чем нужно. Но это вот... Это уже, конечно, возрастное. Тут никуда от этого не денешься. Поэтому я регулярно сдаю кровь. И мне... Первый раз мне прописали, я пила 50 миллиграмм этих таблеточек, этого лекарства. Как-то, забыла, как она левое... Не знаю, как она называется. Что-то слева. Что-то связано слева. Потом мне повысили до 75. Теперь мне повысили до 100. 100 миллиграмм я пью каждый день. Натощак утром запиваю много воды. И бутылкой воды запиваю. Я вообще пью очень много воды. Летом я, наверное, пью литра 3, если не 4 в день воды. Ну, в смысле жидкости всяких, соков. А сейчас я 2 литра, это 100% пью. Ну, может быть, даже немножко больше. Я без воды вообще. То есть я сама себя водой частенько обманываю, когда хочется есть. Я водички треснула и забыла про это. Ну, не столько водички, сколько сок. Я сейчас почему-то... Я всегда пила апельсиновый сок. Но вот так, как я его сейчас пью, не знаю, что... Организм, видимо, требует. Я пью литрами этот апельсиновый сок, просто литрами. На литр сока в день я выпиваю апельсинового. Даже, может, немножко больше. Так что я без этого сока вообще хожу и просто страдаю годами. Сок абсолютно чистый, абсолютно свежий, свежевыжатый. Я не покупаю концентрированный сок. Я покупаю свежий сок. И я очень люблю с этими, с пульпиками сок. С этими, с этими. Чтобы он был не просто как водичка, чтобы там были вот эти вот бульбочки от этих, где сок хранился в апельсинке. Полпс, но без полпс. Тут называют полпс. Как сказать? Как это? Что это такое? Ой, господи, как хорошо. Господи, как хорошо, как хорошо жить. Господи, как хорошо жить. Я такую эту фразу говорю в день, наверное, раз по 50. Как посмотрю на небо, как посмотрю кругом, думаю, боже, как хорошо жить. Как хорошо жить. Это сказка какая. А хорошо жить еще лучше. Это была фраза Никулина в фильме. Какой же фильм был? Какой-то из этих наших советских фильмов, где участвовал Никулин Витцин-Маргунов. Вот троица была замечательная, конечно. Жару давали. По полной программе, конечно. Так, повоячиваем на пьяво. На пьяво. И поехали. Сегодня на рейс у нас бензин $69 за галлон. Завтра у меня обед с Джун и с ее подругой, у которой есть, как сказать, своя фирмочка по дизайну, хоум-дизайну. Она ходит со мной встретиться. Она мне позвонила. Подружка сама, видно, взяла телефон у Джун. Говорит, можно я тебя приглашу на обед? Хочу с тобой поговорить. Там что-то предложить. Я говорю, я тебе могу дать все мои, пожалуйста, наработки, но я работать не буду, потому что мне это не надо. Мне это не надо вообще никак. Давай, 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 давай. Потому что любая работа — это ответственность. Это обязательно. Надо об этом думать. Надо там чему-то готовиться. Надо там это. Не, не хочу, не хочу. Для меня это давно все прошло. Я сейчас принадлежу только сама себе. И опять-таки, всех денег не заработаешь, и бежать этими деньгами потерять свою жизнь. Сколько той жизни? Сколько той жизни осталось, чтобы побегать, попрыгать, побыть свободной, чтобы понаслаждаться местами новыми, какими-то ехать, не думая, что мне там завтра надо кому-то там и зачем-то идти. Встала и поехала. Вот что в голову пришло, то и сделала. Нет, поэтому для меня никаких работ, никаких, никаких вообще мне ничего не нужно. Ай, Lab Corporation, я надеюсь, что вы открыты. Закрыты что ли? Ай, вот я приехала. Ну, поздно, наверное. Все, ладно. Сейчас пропадусь. Все. Говорила нам, молотила. Все, всем желаю здоровья. Будьте здоровы. Не пытайтесь заработать все деньги мира. Все-таки получите какую-то, получите хоть какую-то свободу. Но используйте эту свободу с тем, чтобы насладиться самой жизнью. Ну, самое главное, конечно, путешествовать. Ну, или как-то каждому свое. Да просто поваляться на диване, почитать, зная, что никто тебя никуда сейчас не позовет, не вызовет. И вот очутить эту полную свободу. Все. Всех люблю. Целую. Пока-пока. Некруська моя хорошая. Давай здороваться. Скажи привет. Скажи всем привет. Не хочу, она говорит. Не хочу, я не в настроении. Только что заехала, купила две подушки. Они, будем говорить, по метру, почти метр длиной. Почти метр длиной. Сейчас, сейчас скажу. Где тут написано? А где тут написано? Вот. 20 на 36. 20 на 36, это получается, 36, это 95 сантиметров почти. И я купила эти две подушки специально вот по две новые наволочки. Но они все равно чуть-чуть короткие, подушки чуть-чуть коротковаты. Ну, это хоть более-менее, это хоть не то, что вот так. Так как еду в Москву встречаться с внуком и с дочкой, я купила сегодня ему вот такие вот чухли Calvin Klein. Они стоят всего лишь 40 долларов. 39,99 плюс 6,5% налог. Очень красивые туфельки. Мы с ним выбирали вместе. Я включила скайп. Мы с ним по скайпу ходили, смотрели. Он выбирал, он говорит, купи мне вот эти и вот эти. И вот эти вот я ему купила. Левис или Левис, или как его там назвать. Вот такие вот чухли я ему купила. А себе еще купила два платья такие же. Я эти платья просто обожаю. Сейчас покажу, сейчас покажу, сейчас покажу. Сейчас покажу, сейчас покажу. Такое же платье, как на мне, в принципе. Но только вот такое вот. Немножко другая полоска, но оно вот, оно на мне очень хорошо сидит. Оно просто мне, оно это подлиннее, потому что оно чуть-чуть больше размером. Слава Богу, не такое короткое. Я обожаю полоску, я просто без полоски жить не могу. Я сейчас в такой же полоске. То же самое, только другая полоска. Я купила таких два платья, хай лежат. Если оно лечит меня, если оно мне уже подходит, так уже пусть оно будет. Ну вот, собственно, и все. День мой на сегодня закончился практически. Все покупки сделаны, все, что мне было нужно. В следующий раз мы с внуком походим со скайпом. Я ему рубашек красивых наберу, еще, может быть, парочку кроссовок каких-то. Посмотрим. Я просто взяла, что было на сегодня в одном из магазинов. Все. Никусик, как ты себя чувствуешь, красавица моя? У нас надвигается на нас ливень очень сильный. И сказали даже возможность торнадо. У нас тоже такое иногда бывает. Недавно Майами, недалеко от Майами, на самой южной части Флориды, южной части США, переворачивала машины. Слава Богу, все остались живы, никто не погиб. Так что обещали, вот через три часа начнется, вот шторм идет, видно по небу. Все, я пошла. Пошла туда перекушу, потому что закрутила, завертела, завертела, закрутила. Все. Ой, как хорошо, господи, как хорошо. Пошла одевать наволочки. Все. Всех люблю, целую. Будьте счастливы, будьте здоровы. Будьте счастливы. Спасибо. Спасибо.